В Москве состоялось масштабное шествие и митинг против принятия законов о ювенальной юстиции. Несколько тысяч человек выразили свою позицию по отношению к чудовищному закону, который позволит контролировать семьи вплоть до изъятия детей. Организаторами мероприятия выступили движение «Суть времени» и Ассоциация родительских комитетов и сообществ. Светлана Соколова с подробностями. Светлана Соколова Цель митинга – не допустить принятия ювенальных законов, которые действительно страшны для наших семей. Они представляют реальную опасность, поскольку они предполагают контроль государства жутким над семьей с возможным изъятием детей. Мероприятие продолжилось большим митингом. Уже этой осенью Государственная Дума рассмотрит пакет новых законопроектов, касающихся семьи. Их инициаторы предлагают ввести в Россию ювенальную систему в жестком ее варианте. Прикрываясь предлогами защиты прав детей, ее сторонники, представляющие интересы мирового сообщества, посягают на полный контроль и управление семьей, вплоть до взятия детей и семьи. Нам нужно действительно сегодня отстоять право семей оставаться семьями и право людей влиять на политику своего государства, на государственные решения. В прошлый раз мы были воодушевлены тем, что нам было обещано, что все наши замечания будут приняты, что будет широкое общественное обсуждение. И пока мы не утвердим текст законопроектов, который нас устраивает, никаких принятий не будет. Но на сегодня мы столкнулись с тем, что на самом деле уже 25 числа в первом чтении должен приниматься законопроект об общественном контроле. И мало того, наше замечание, вот те, которые концептуальны, по-настоящему меняют смысл этих законопроектов, они не прошли. Ключевым моментом всего мероприятия стало обращение к президенту страны, зачитанное общественным и политическим деятелем, лидером движения «Суть времени» Сергеем Кургиняном. Его поддержали все митингующие. Вы поддерживаете законы на журнале? Вы поддерживаете это письмо? В обращении говорилось о губительных последствиях введения в нашей стране европейских механизмов защиты детства, об отрицательном европейском опыте и о непринятии новых законопроектов российской общественностью. 135 тысяч подписей граждан России и около 150 подписей видных деятелей науки и культуры это подтверждают. Нельзя, чтобы защита детей превратилась в организацию конфликта между детьми и их родителями, а также детьми и учителями. Это не спасет! Это раздавит ребенка! Ирина стала жертвой ювенальных законов Норвегии. Ее двоих сыновей забрали в интернат. В итоге, пройдя через горнило испытаний, старшего сына удалось вернуть. Младшего отдали отцу, гражданину Норвегии, которого Ирина обвиняет в развратных действиях в отношении ребенка. За расследование фактов взялся Следственный комитет России. Все общение с маленьким сыном запрещено. Норвегия обычно дает два свидания два раза в год, но мне запретили. Причина угрозы кражи в России. Если родитель крикнул, гукнул, шлепнул ребенка, приезжает специальная опека детской полиции и будет его спасать от родителей. Практически это один к одному. Европа навязывает нам абсолютно те же правила. Почему? Цель разрушения России. Все 135 тысяч подписей, собранные по всей России активистами «Суть времени», будут переданы в приемные президента Российской Федерации на этой неделе. Конфетенциальную информацию.